Оперативное совещание, прошедшее в минувший понедельник в Белом доме, было достаточно коротким и практически 30% его времени занимало вступительное слово ради Хабирова. Во-первых, в строках своего обращения Хабиров поздравил Рустема Ахмадинурова с днем рождения и отметил, что основным достижением Рустема Маратовича, естественно, является то, что он первым заболел ковид-19 и принес народу Башкортостана плазму своей крови с антителами в ней. Ну, действительно, тут я согласен с главой Республики Башкортостан. Ничем иным Ахмадинуров, в общем-то, не отметился всерьез в окружающем пространстве. Все остальное либо тлен, либо вред. Далее Хабиров перешел к кадру перестановкам в правительстве. Мы давно ожидаем от него каких-то решительных действий. У нас нет министра ЖКХ, у нас нет министра транспорта. Мы того и гляди потеряем министра здравоохранения, потому что он тоже очень сильно рискует как-то отъехать в сторону следственного изолятора. Но, тем не менее, Хабиров в этот раз не произвел каких-то существенных кадровых перестановок. Вот этих ожидаемых назначений не было. Однако было одно неожиданное назначение. Мы как-то уже подзабыли о том, что у нас в Москве в полпредстве республики представительстве при президенте Российской Федерации нет полпреда. Предыдущего, кто там был начальником нашего представительства, по слухам, Хабиров чуть ли не перед пинками оттуда выгнал за бездействие и разные безобразия. И, в общем, вот стоит у нас осиротевшим это полпредство в центре Москвы. И вот на оперативном совещании Хабиров оглашает назначение нового полпреда при президенте Российской Федерации от Республики Башкортостан в Москве. И, о чудо, этим полпредом становится никто иной, как 70-летний генерал-майор ФСБ Ханалиев Умар-Паша Юсупович. Ну, то есть, вообще, гром среди ясного неба, знать не знаем, кто такой. По моим сведениям, это, конечно, легендарная личность. Несмотря на достаточно основательный возраст, если не сказать, что преклонный, Умар-Паша Юсупович – человек чрезвычайно заслуженный. Практически всю сознательную жизнь он посвятил службе в органах КГБ и ФСБ. Дослужился до звания генерал-майора. Как известно, офицеры ФСБ в отставку не уходят никогда. Умар-Паша Юсупович награжден золотой звездой Героя России в 2000 году секретным указом президента. По моим сведениям, награждение это было связано с ликвидацией Джохара Дудаева. В общем, героический человек. Абсолютно доверенное лицо верховной власти России и тем более этой элиты ФСБ. В общем, тут, конечно, лучше не подберешь. Собственно, что означает подобное назначение? Многие стали рассуждать. Многие связали это назначение с тем, что чрезвычайно высок прессинг силовиков на Хабирова и его команду. И тем самым Хабиров пытается вымолить у силовиков некую передышку, некое послабление в том, как они прессуют, арестовывают и изымают у Хабирова его нерадивых свояков и прочих, значит, там, очень близких назначенцев. Насколько мне известно, Ханалиев человек чрезвычайно принципиальный, не способный на какие-то грязные компромиссы, соответственно, возможно, что Радий Фаридович, конечно, и просчитался в этом смысле. С другой стороны, у Хабирова появляется какая-никакая связь с спецслужбами. Не знаю, будет ли Ханалиев двойным агентом или все-таки не решится на это, но, тем не менее, у Марпаша Исупович, конечно, человек не просто героический, но еще и сложнейшей судьбы человек, в раннем детстве пережил депортацию из дагестанских районов чеченцев, сам он этнический чеченец, то есть тут, конечно, намешано в его судьбе столько всего, что добавить в нее немножко Хабирова, в общем-то, наверное, вреда особого не будет. Далее Хабиров заявил о федеральных назначениях в республике, а именно о том, что теперь руководителем регионального отделения Роспотребнадзора по республике Башкортостан или регионального управления, я точно не знаю, как это называется, становится та самая женщина-казак, которая нещадно помогала Хабирову назначать всевозможные меры антиковидного воздействия, помогала ему как-то утрясать вот эти ковидные цифры и странные вещи с, например, РКБ. Анна-казак, безусловно, встроена целиком и полностью в систему власти, которую создает Хабиров. В конце концов, Хабиров совладал с Евгением Степановым, который был раньше председателем управления Роспотребнадзора у нас по Башкирии, и он его свалил, за два с половиной года смог это сделать. Помните, да, как Роспотребнадзор наехал на заведение нашего авторитетного бизнесмена Альберта Мухамедьярова, а Альберт Мухамедьяров оказался ближайшим другом, соратником и, в общем-то, своим радио Хабирова. Хабиров топал ногами, инспектор Роспотребнадзора повесилась в лесу. В общем, ужасная была история, и именно тогда у Хабирова разорвались отношения с Евгением Степановым. Мы ни разу не видели его на оперативном совещании, всегда выступал его зам. Хабиров придерживался своей принципиальной позиции и не работал со Степановым. Вот теперь послушная женщина-казак замещает этого Степанова, и, видимо, у Хабирова наступит благоденствие в взаимоотношениях с Роспотребнадзором, тем более, что ему, в общем, необходимо сейчас это благоденствие, потому что того и гляди, Роспотребнадзор опять выявит чего-нибудь неладное с ковидом и антиковидными мерами в республике. И вовсе уж неприметным назначением, которое последовало после назначения госпожи Казак, было назначение председателя комитета по жилищному строительному надзору. Им был назначен некий Агапов Андрей Владимирович. Знать не знаем, кто такой, будем разбираться. Собственно, предшественник Агапова был уволен то ли за то, что не совладал с вопросами отопления, то ли за то, что задавал слишком много вопросов по поводу ЦУРа и прочих временных строений. Ну, в общем, вот такое назначение, на чем, собственно, к сожалению, и нашему великому разочарованию кадровые перестановки у Хабирова закончились. Далее Хабиров впустился в воспоминания о прелестях времени, проведенного на прошлой неделе. Речь зашла о том, как он замечательно пообщался с Ильей Варламовым. Тут же Хабиров распорядился почему-то с Арапуловой наладить постоянное сотрудничество с Ильей Варламовым, которого он почтительно называл по отчеству. Вообще, Адувану давно никто не называл по отчеству, но вот Ради Фаридович с пиететом, ну, как положено, всяческому туземному вождю, к белому человеку, приехавшему с инспекции, значит, вот он к нему так относился. Ну, выглядело это буквально так. Я, конечно, могу ошибаться в его эмоциях, но вот как-то довольно смешно. Ну и вообще, наладить постоянное общение с Варламовым, это, конечно, очень сомнительное предложение и поручение. Я бы предложил его сделать помощником. Ну, вот как этого Борундука Грея, да, сделать Варламовым, например, помощником по велодорожкам. Ну, а почему нет? Ну, будет еще один помощник угловые, опять же, мы сэкономим, потому что стоимость услуг у Льи Варламова, конечно, достаточно высокая. Если мы его на регулярной основе подрядим, значит, присматривать за нашей урбанистской средой, будет очень дорого. Далее Ради Фаридович просуждал о том, что надо бы разрешить Сабантуя. Ну, просит душа праздника, понятно. Очень обтекаемо, но очень конкретно так в эту тему вошел. Надо, говорит, рассуждать, надо подумать, надо посчитать, но надо разрешить. Ну, мне сразу встречный вопрос. Ради Фаридович, Сабантуя, это, очевидно, массовое мероприятие. Митинги тоже разрешите? Или митинги это заразно, а Сабантуй не заразно? Это первый вопрос. А потом еще Хабиров упомянул о том, что Александр Геннадьевич Сидякин разработал некую новую концепцию Сабантуев, в которой расставил новые акценты. Вот это меня особенно заинтриговало. Что мог разработать понаехавший, непонятно откуда, Сидякин в части новой концепции Сабантуев в Башкортостане? Вот это, конечно, очень круто. Нео-русофил Сидякин, который прибыл к нам из Архангельска проездом через Казань и отсидевшись немножко в Москве, вот этот вот самый Сидякин будет разрабатывать новые концепции Сабантуев. Но ничего более смешного в области национальной политики за последние недели я не слышал, тем не менее Хабиров это произнес. Будем с замиранием сердца ждать, чего же такого нового в плане акцентов расставил Сидякин в Сабантуев. На этой неделе Остапа несло и он затрагивал все темы, какие у нас могут быть в обозримом и необозримом будущем. Ради Фаритович заговорил даже о 9 мая, достаточно далеком празднике, еще целый месяц. Но Хабиров назвал, кстати, очень интересную цифру. Он сказал, что всего в Башкирии сохранилось на данный момент 493 участника Великой Отечественной войны. Справедливо отметив, что с каждым из участников Великой Отечественной войны глава района или города уже может встретиться лично, Хабиров повелел начинать готовиться к 9 мая, к параду, к бессмертному полку. Здесь у меня опять вопросы. Ради Фаритович, мы что, отменяем эти все ковидные алармы, вот эти все опасности, вот эти все меры и прочее, прочее? Или у вас вот как, на 9 мая народ не заражается, да, а там если какой, не дай бог, навальный штаб начнет бунтовать, то там ужас, ужас, срочно скорая помощь понаедет. В общем, конечно, вот этот вот двойной стандарт российской вот этой политики, он, конечно, уже стал налицо однозначно. И скоро, по-моему, просто пропишут где-нибудь в каких-нибудь правилах или законах, что вот там на 9 мая, на Пасху, на Новый год это можно, а все остальное это ужасно опасно. Ну и завершая вот это свое чрезвычайно длинное в этот раз вступление, Хабиров пустился в воспоминания юности далекой, распорядился организовать повсеместно в Башкирии стройотряды, вспомнил, что он, оказывается, стропольщик 2-го разряда, что он не пропадет, если, как говорится, выйдет в отставку, будет строполить там, Вира и Майна вспомнил. Ну, в общем, было очень здорово это наблюдать. Приятно, когда человеку есть что вспомнить в юности. У Хабирова, похоже, юность была бурной, тем более, что вот у него постоянно появляются какие-то опоры в жизни. То он грозится плов варить, когда выйдет в отставку, то, значит, там, юристом работать. Вот сейчас он вспомнил, что он стропольщик 2-го разряда. Вообще мужик не пропадет. Правда, что вот как бы зря мы за него беспокоимся, иногда переживаем. Столько много у него профессий, столько много у него влечений. В общем, я думаю, что все хорошо будет у Ради Фаридовича, даже если его отправить в отставку. Потому тут, как говорится, не надо бояться. Неуклонно растет количество спонсоров нашего канала. Мы очень этому радуемся. Призываем всех подключаться к этому движению. В ближайшее время мы начнем выпускать видео для наших спонсоров, которые будут видеть только спонсоры. Также нашему каналу можно помогать различными другими способами. Просто жертвуя деньги на расчетный счет, который мы публикуем. Можно ставить лайки, можно копипастить, расшаривать наши видеосюжеты. У вас достаточно большой спектр возможностей в части поддержки нашего канала. А мы традиционно благодарны за любую поддержку. И рады тому, что эта поддержка ширится и приумножается. Далее шел доклад Максима Васильевича Забелина о мерах по борьбе с COVID-19. Доклад этот был традиционно сумбурным. Но в этот раз он был еще и чрезвычайно противоречивым. С одной стороны, Забелин, как обычно, нам сообщил вот эти свои злоунывные цифры о том, что 33 тысячи человек всего заболело в Башкортостане ковидом. Что за минувшие сутки заболело всего 102 человека. Что течение эпидемии он характеризует как стабильно спокойное. И тратата, и тратата. Вакцинировал он 4,5% населения Башкирии, что никак не дает группового иммунитета. Но тут же Хабиров задает Забелину вопрос. Процитирую. Есть ли основания предполагать, что третья волна COVID докатится до РФ? Конец цитаты. И тут Забелин говорит, что нас ждет в ближайшем будущем. На фоне вот этого всего спокойствия и массовой вакцинации нас ждет увеличение заболеваемости, закрытие границ и ужесточение ограничений по COVID-19. Вот тут позвольте. Они уже начали, ну как сказать, здесь драматургию ломать совсем. С одной стороны, они победили COVID. Россия выпустила две лучшие или там три лучшие в мире прививки. И в этом никто не сомневается, включая тех, кто сомневается. У нас все прекрасно по уровню заболеваемости и прочее, и прочее. И вдруг вот эти разговоры. Я уже сейчас точно не сомневаюсь в том, что во многом COVID-19 начинает вплетаться в политику. Безусловно, пандемия существует. Безусловно, COVID-19 опасное заболевание. Многие умирают, многие заболевают. И мы даже не знаем, насколько много человек болело и переболело этой болезнью, потому что наша статистика, это статистика Максима Забелина, либо его братьев по несчастью, министров здравоохранения любых других регионов. Однако, вот эта вот манипуляция тем, что здесь заразно, тут не заразно, да, на 9 мая можно сбиться в толпу и походить по городу с табличками, а на митинг собраться человек 200, 300 или 500 ни в коем случае нельзя. Тем, что вот эти ограничения будут вводиться, вводиться подозрительным образом с приближением выборов. Я понимаю, что власти России и Башкирии панически боятся провала выборов в сентябре 2021 года. Уровень доверия, уровень внимания к политике Путина, к политике партии «Единая Россия» чрезвычайно низок. Пожалуй, что он стоит где-то на историческом минимуме. Что в этом случае делать? Либо воевать, либо отнимать у людей внимание через вот эти вот ковидные страсти-мордасти, которые они на самом деле усугубляют. Лучше бы они лечили людей, чем пытались манипулировать вот этой вот очень нехорошей тематикой в угоду политическим интересам. Далее заговорили о земном, а именно о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Исполняла обязанности министра ЖКХ все еще Голованова Ирина Александровна, Беляев все еще за стенках кровавого режима. В общем, все бы ничего. И как обычно, Голованова отболталась бы тем, что у нас все прекрасно, замечательно, и где-то там в какой-нибудь далекой деревушке отключили холодную воду, которой там и так никогда не было. Но в этот раз Голованова заговорила об отоплении. И вот тут, конечно, бунс. Во-первых, Ирина Александровна проговорилась, напомнила нам те нормативы, по которым отопление отключают. У нас, знаете ли, что не поворот, то проблема. Теперь мы не можем отключить отопление в домах. Чрезвычайно жарко и душно, а БАШРТС все поддает и поддает газку. В общем, сейчас абсолютно ужасная стоит атмосфера в квартирах города Уфы. При этом мадам Голованова рассказывает нам, что оказывается по нормативу, внимание вот здесь, отключение отопления в муниципалитете происходит тогда, когда на протяжении пяти суток среднесуточная температура опускается не ниже 8 градусов Цельсия. Я когда это услышал, я просто заорал вообще в голос. Купите градусник Грекову. На самом деле, оказывается, руководитель муниципалитета должен принимать решение об отключении отопления. Но на фоне вот этих данных, то есть формально он должен написать. Сергей Николаевич бумагу не подписывает. У нас в Уфе, по моим подсчетным наблюдениям, уже более недели среднесуточная температура не опускается ниже 10 градусов. Я понимаю, что все эти БАШ-РТС и прочие поставщики запасутся справками из гидрометцентра о том, что у нас стоял лютый мороз весь апрель. Но мадам Голованова заявила, что отопление отключать не будут раньше 20 апреля. То есть практически 20 дней вот эти вот бессовестные энергетики, поставщики тепла, БАШ-РТС и прочие будут жарить и жарить квартиры на фоне вот дешевой нефти и дешевых энергоносителей выжимать из нас дорогую оплату за электроэнергию. Например, за 20 дней апреля я посчитал, например, с моей квартиры они получат 6 тысяч рублей за 20 дней. Там с других где-то больше, где-то меньше. Но это действительно огромные деньги, большие деньги, если в масштабах города и в масштабах республики. Напомню, что у нас самый высокий тариф практически в Российской Федерации по отоплению, что у нас единый тариф по всей территории Башкирии, что нетипично для других регионов. И на фоне вот этого вот бандитской схемы, криминальной схемы отопления и взымания платы за него мы еще топим практически весь летний апрель. В этом году, апрель, чрезвычайно жаркий. Далее на сцену выпустили Виктора Михайловича Жулькова, исполняющего обязанности Министерства транспорта и дорожного строительства. Он ничего утешительного Хабирову не сообщил. Опять тот же уровень смертности и травматизма на дорогах, что и на прошлой неделе. То есть тот уровень, который никак не устраивает Хабирова и никак не вписывается в желаемую концепцию по снижению смертности и травматизма. Судя по всему, Жульков уже окончательно подтвердил свою неспособность справиться с этой программой, равно как и господин Гумеров, который опять сообщил о достаточно высоком уровне смертности в пожарах Башкирии. Собственно, обе вот эти сферы в последнее время, да и, в общем-то, почти, наверное, на протяжении всего времени наблюдений, говорят о том, что в этих сферах делаются только формальные или очень затратные для бюджета вещи, которые не дают никакого эффекта. Я имею в виду расстановку вот этих вот бессмысленных и бесконечных камер видеонаблюдения. А господин Гумеров увлекается торговлей вот этими вот пожарными извещателями. На фоне всего этого ни смертность, ни травматизм не падают. Умный бы человек давно бы сделал вывод, что делается что-то не то, не те меры принимаются, но, как говорится, где бы нам их взять. Выслушав всех этих вестников плохих новостей, Хабиров устало потребовал у Жулькова и Гумерова снизить смертность в их отраслях и перешли к следующим вопросам. Третьим вопросом оперативного совещания был доклад руководителя генерального директора Корпорации развития Республики Башкортостан Габасова Наиля Шамилевича. Вокруг фигуры этого человека достаточно много всяких разговоров. Напомню предысторию. Полгода назад примерно плюс-минус был свергнут с этой должности господин Сарбаев, окончательно уйдя в небытие политической жизни Республики Башкортостан. Сарбаев был для Хабирова в этот раз каким-то неудачным экспериментом, потому что Хабиров наивно полагал о том, что принимая Сарбаева на достаточно существенный пост, он нейтрализует Сарбаева как оппонента, как соперника в политическом пространстве, и возможно ему удастся как-то вот это все дело сгладить. Но, как известно, Хабиров просчитался. То ли Сарбаев счел пост руководителя Корпорации развития недостаточным для его уровня, то ли и в планах его не было никак быть лояльным Хабирову. В общем, с первого дня своего возвращения к государственной должности Сарбаев начал плести интриги, заговоры и всякие действия, всякие телеграм-канальчики и прочие пакости. В общем, конечно, было нехорошо. Хабиров его убирает и ставит вот этого вот Габасова Наиля Шамилевича, которого, кстати говоря, он раскопал не где-нибудь, а в Крыму. Ну, этот самый Наиль Шамилевич почему-то в Крыму развивал инвестиции. Прямо скажем, участок непростой, ни одна здравомыслящая инвестиционная компания в Крым, конечно, с инвестициями не придет хотя бы, потому что за это сразу же подвергнется международным санкциям. Например, в Крым не летает Аэрофлот, например, в Крым не ходит РЖД. Есть такие интересные вещи, да, то есть, если Аэрофлот начнет летать в Крым, то его хлопнут и не дадут им улетать там куда-нибудь в другие нормальные страны, да. И потому туда, в Крым летают какие-то очень странные такие одноразовые авиакомпании, которые вот и так далее. То есть, я к чему это? К тому, что Наиле Шамилевичу было нелегко. Из инвесторов там были цыганские бароны, понаехавшие турецкие купцы, ну, и еще какие-то подозрительные личности, нелегально перешедшие границу со стороны Тамани. И вот этого мега-специалиста Хабиров привозит к нам в Башкирии, чтобы развивать корпорацию развития. Собственно, с чего начал Наил Шамилевич, судя по его докладу. Начал он с полной реконструкции того, что было при Сарбаеве. Но мы помним, Сарбаев жил на широкую ногу. У него был гигантский офис в офисном центре Нестеров, в центре Уфы. Там стеклянные стеночки, красивые девушки. Я там как-то бывал, в общем, был в восторге. На фоне того, что сама по себе корпорация развития при Сарбаеве не делала вообще ничего, как это выглядело, это было вообще совершенно грандиозно. То есть, вот эти девушки, вот эти кофейные чашки, вот это все, 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 все. Очень было здорово. Ну, да ладно. Наиль Шамилевич человек дела. По крайней мере так он себя позиционирует. И, в общем, он это все дело разрушил. Вот это безобразие сарбаевское. И теперь отчитался о том, что он смог сделать за 6 месяцев. 51 проект Наиль Шамилевич сопровождает как инвестиционный. Правда, 24 из них, почти половина, это инвестиционные проекты придорожного сервиса, про которые и так есть целая госпрограмма у нас здесь. Общая сумма этих инвестпроектов составляет, по словам Наиля Шамилевича, 38,3 миллиарда рублей, и он ожидает появления 2600 новых рабочих мест. Но это пока только прожекты. Также за полгода Наиль Шамилевич и его структура разработала 32 бизнес-плана, из них 13 бесплатно. Ну, прямо скажем, скромный результат. Всего-то 32 бизнес-плана, при том, что бизнес-план, эта вещь достаточно уже теперь понятна и простая. Также корпорация развития под руководством Наиля Шамилевича курирует два крупных инвест-кластера. Я имею в виду, это инвестпарк Уфимский и особую экономическую зону Алга. Ну, тут, конечно, оценивать сложно все вот это, несмотря на то, что Наиль Шамилевич утверждает, что инвестпарк Уфимский заполнен на 91%. При этом он же и соглашается с тем, что в основном он заполнен кроношпаном. То есть, как бы один якорный участник, которому, собственно, надеваться оттуда нет. Некуда вообще инвестпарк Уфимский, он был организован как? Кроношпан построили, а потом приехали ребята, имелом начертили вокруг него квадрат, сказали, вот это у нас инвестпарк. Ну, понятное дело, кроношпана, у него же ног нету, он же не может убежать из инвестпарка. В общем, он стал якорным наполнением этого инвестпарка. Ну, а вот по поводу особой экономической зоны Алга, там, конечно, большие проблемы. Наполнение ее, по словам Наиля Шамилевича, всего 20%. Перспективы, собственно, крупнейших инвесторов или кого-то серьезно туда заходящих особо нет. Ну, в общем, Наил Шамилевичу есть чем заняться. А дальше Наиль Шамилевич нам рассказал самое главное. Процитирую. Операционная деятельность корпорации осуществляется без бюджетных затрат. Вот тут сердце мое зарыдало от счастья, потому что, собственно, этого я в основном и ждал. Вот эта вся организованная инвестдеятельность, вот это все вот эти пляски с бубнами вокруг инвесторов инвесторов в плане их организации, учета. Вот Шамиль Наильевич там создал какой-то некий реестр тысячи потенциальных инвесторов. Ну, зачем это? Это все шаманизм, это все пляски с бубнами вокруг костра. Если у вас нормальная инвестиционная атмосфера в регионе, если у вас есть привлекательные условия для инвесторов, он сам придет. Капиталист он такой, он все разузнает, все понюхает, потрогает. Когда он поймет, что выгодно, он тут же придет. Вот даже в развитых странах, я имею в виду, например, Соединенные Штаты Америки, существует некая конкуренция между регионами за инвесторов. Даже внутри США штаты конкурируют, создавая те или иные условия для прихода инвесторов. Где-то налоги снизят, где-то какие-то, значит, там, субвенции введут, где-то там, значит, какую-то помощь с рабочей силой создадут. В общем, вот. Но Шамиль Наилевич идет другим путем. Но тот факт, что он не тратит бюджетных денег, или, по крайней мере, заявляет об этом, меня во многом, конечно, успокаивает. Если честно, то вот в отношении всех этих корпораций развития, тут надо, пожалуй, что такое, значит, отношение вырабатывать. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. В том смысле, если Наил Шамильевич не врет и действительно не потребляет бюджетных денег, да пускай они что угодно делают в этой корпорации развития, пускай там таланты развивает, свои там, значит, способности общения с цыганскими баронами и прочее, прочее. Но вот здесь, конечно, буду точнить бы. Раньше корпорация развития получала огромные деньги. Они были такие полубюджетные. То есть, например, они получали часть дивидендов от собственности, принадлежащей республике Башкортостан. Вот здесь, конечно, было безобразие полнейшее. Эти дивиденды должны напрямую поступать в бюджет республики, а потом уже распределяться. Если надо, то корпорации развития. Вот раньше корпорация развития была вот этим вот органом манипуляции и бесконтрольного использования вот этих финансов. Я надеюсь, что теперь, например, дивиденды БСК не будут поступать ни в какие корпорации развития или рекфонды и перестанут, значит, там оседать. В общем, вот как-то так. Четвертым докладом оперативного совещания был доклад о начале работ по проведению ямочного ремонта на автодорогах и о цифровке дефектов дорожного полотна в системе контроля. Делал, понятное дело, этот доклад исполняющий обязанности министра транспорта господин Жульков. И, казалось бы, надо бы приготовиться к скучному, заунывному повествованию этого классического советского чиновника, однако нет. Вот здесь случилось очень интересное и важное событие. Мы заранее в этом году знаем схему, по которой будут уводиться деньги и по которой будут нас обманывать о том, что ремонт сделан и все прекрасно. И эту схему нечаянно нам раскрыл господин Жульков. Начнем с того, что господин Жульков нам рассказал о прошлом годе, в котором было оцифровано 236 тысяч ям, из которых, по его словам, 233 тысячи, то есть 98,6 процента ям, были ликвидированы и заделаны. То есть, господин Жульков утверждает, что к середине июня 2020 года дороги в республике Башкортостан были приведены практически в идеальное состояние. Ну, непонятно, конечно, почему до сих пор на груди Виктора Михайловича не горит звезда Героя России, хотя он, конечно, был бы достойный этой награды, если бы все то, что он говорит, было бы правдой. Но, тем не менее, мы тоже, в общем-то, не лыком шиты, и глаза у нас все еще есть, и мы помним, какая была обстановка с дорогами прошлым летом и прошлой осенью. Не очень это было похоже на идеальное состояние. Однако Виктор Михайлович настроен существенно более оптимистично, чем я, и начал рассказывать уже нам про нынешний год. У него уже оцифровано 21 тысячи ям, из которых 7 тысяч он уже успел отремонтировать, несмотря на вот этот вот странный переходный период и совсем недавние еще морозы. К 15 мая Виктор Михайлович обязуется оцифровать все ямы на дорогах республики Башкортостан, а к 15 июня их все отремонтировать. То есть, к 15 июня у нас опять станет все идеально. На все это Виктору Михайловичу выделено 1 миллиард и 110 миллионов рублей. И вот тут господин Жульков сообщил нам главное. Ремонтировать будут только те ямы, которые оцифрованы. Вот это основное существенное условие для ремонта ям во время ямочного ремонта в республике Башкортостан. То есть, если ямы на дороге нет по какой-либо причине в системе СПДИ, она не будет ремонтироваться и не будет считаться дорожным дефектом. Вот что самое комичное. Виктор Михайлович, судя по всему, придумал жульническую схему, которая будет реализована в этом году. То есть, он придумал критерии для самого себя. Смотрите, я нашел яму, если она зафиксирована у меня в системе, я ее ремонтирую, я молодец. Я не вижу вот эту яму, которая рядом, или почему-то не вношу ее в СПДИ, и ее не существует. И вы хоть убейтесь об стену головой, жалуясь мне на все это, я вам на все дам обоснованный официальный ответ. Эта яма отсутствует в СПДИ, потому ее не существует, потому мы ее не обязаны ремонтировать. Замечательно вообще. Более того, с введением вот этой вот электронной системы учета ям, не представляется возможным вообще контролировать, какие ямы были, каких не стало, какие он отремонтировал. Остается только свято верить в то, что нам будет рассказывать господин Жульков и показывать вот эти вот виртуальные картинки. Уход в виртуальный мир дорожного хозяйства Республики Башкортостан, это, пожалуй, что следующий шаг вообще на пути того безумия, которое, собственно, нам здесь обосновал господин Морзаев. И вот Виктор Михайлович Жульков, пожалуй, что и покруче Морзаева будет. То есть вот эта новая ступень выцифровывания и виртуализации работы ведомства по ремонту дорог, это, конечно, похоже, что следующий шаг к абсолютному краху в этой области. Следуя традиции, заведенной в последнее время, для СОДоклада по этому вопросу была приглашена госпожа Прочаковская, которую Хабиров сначала было потерял, но потом выяснилось, что вот она, оказывается, есть. Прочаковская со свойственным ей завоеванием в голосе сообщила, что по сравнению с прошлым годом обращением по дорогам не стало меньше. О том, что фонит, по ее мнению, улица Ибрагимова в Уфе, бульвар Ибрагимова, ну там не просто фонит. Вот, ну, самая крутая, конечно, с дорогой на Комсомольский, но она там как бы хотя бы официально разломана. А вот бульвар Ибрагимова, это улица, которую действительно и Наполеон, и немцы бомбили, ну, такое ощущение. А потом все отступили, а Морзаев так и не приступил. Ну, в общем, много жалоб на то, что скрыто под водой, как выяснилось у Прочаковской, что у нее там скрыто под водой. Видимо, остатки дорог, направлений, или, в принципе, когда вода сойдет, выяснится, что дороги здесь и не было. Ну, в общем, не очень содержательно Прочаковская завывала в этот раз. В общем, Хабиров благословил господина Жулькова на виртуальный ремонт дорог, а я со своей стороны констатирую, что изобретена новая схема отмазок. То есть, теперь на все наши, ну, как бы, вскрики и заявления о том, что не все так замечательно, как в отчетах у Министерства транспорта и дорожного строительства, на все это нам будут заявлять ничего подобного. Все того, о чем вы говорите, не существует в СПДИ. А значит, для нас не существует и вовсе. В общем, конечно, это очень крутая идея. Завершал оперативное совещание доклад господина Хажина о том, что он будет возрождать детские оздоровительные лагеря в Республике Башкортостан. И доклад этот бы не стоил внимания, если бы в него не было встроено одно очень примечательное событие. Айбулат Хажин сообщил нам о том, что детский отдых в лагерях в Республике Башкортостан будет стоить родителям в этом году 902 рубля в день, если этот лагерь находится за пределами города, и 102 рубля в день, если этот лагерь находится в стенах родной школы. Всего Айбулат Хажин хочет обустроить 2385 детских лагерей по Республике Башкортостан и затащить в эти лагеря 319 тысяч детишек. При этом Айбулат Вакилович не забудет освоить 2 миллиарда рублей, которые ему отпущены на эти благие дела. В этом я как раз никак не сомневаюсь. Загрузить лагеря, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, Айбулат Хажин намеревается на 75%, а также он намерен возродить, вернуть в оборот некие палаточные лагеря для детей и школьников. Слушая Хажина в полуха, Хабиров, однако, отработал некий заготовленный заранее номер, и я говорю о том, что он вывел на прямую связь главу Ильишевского района подследственного Мустафина и показательным образом на всю республику побеседовал с ним очень благосклонно, они пообсуждали, как идут дела в Башкирском артеке, который расположен в Ильишевском районе. Тем самым Хабиров не только показал устойчивую связь с подозреваемым в серьезных криминальных деяниях, но еще и свою поддержку продемонстрировал подозреваемому и потенциальному уголовному преступнику Мустафину. В общем, выглядело это весьма двойственно, на самом деле. С одной стороны, опять он тут своих не бросает, с другой стороны, вступает в контакт с человеком, который того и гляди будет осужден и признан уголовным преступником, соответственно, как бы будет не очень здорово. Напомню, что две недели назад, за две недели до того, как Мустафина заковали в наручнике, Хабиров общался с ним и очень благосклонно о нем отзывался. После задержания Мустафина и предъявления ему обвинений, Кировский районный суд города Уфы отменил содержание Мустафина в СИЗО, и теперь он находится под подпиской о невыезде из своего родного Ильишевского района. Ну, в общем и целом, конечно, вот примерно так выглядит это все. Вот это было показательно, это было демонстративно, с точки зрения, конечно, норм и морали, и каких-то этических правил, там, братвы. Это, конечно, очень почетная была история. Братан не испугался братана поддержать. С точки зрения простых людей это, конечно, выглядело очень странно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова